Всем привет, уважаемые подписчики и зрители, с вами Синеман, продолжаем проходить игру, точнее не игру, а мод, конечно же, последняя надежда, игру Сталкер, само собой. Вот, ну и как мы помним, товарищ пока капитан Кикабиджи с нами не говорит, поэтому давайте займем это время другими делами, которые мы, в принципе, уже взяли. Взяли эти поручения, квесты, вот, давайте поищем, например, товарища по прозвищу Стрелец. Вот, поехали. Едем мы именно в деревушку к новичкам, потому что именно там и находится этот замечательный Стрелец. Так, люди уже идут в поход куда-то, а мы едем на мотоцикле. Отлично, вот прям мотоцикл, очень он мне нравится в этом моде, замечательное нововведение, очень приятно на нем ездить. Отличненько. Ну, доехали мы уже до деревушки, глушим мотор, выходим. С оружием главное. Вот, прям выпрыгнули. Как прямо из пушки. И бежим в деревушку. Так. Ну что ж, рассмотрим мы на контакты. Смотрим на контакты и видим, вот он, товарищ Стрелец. Ну что ж, давайте его поищем тут, в этой деревне. Вот именно в этом домике он находится. Заходим к нему в гости. Вот он. Я не что хотел сделать. Ты сейчас сдохнешь, падла, понял? Да ты чё? Вот так вот. Вот и вот всё. Хотел нас поешь убить, но ничего, как мы видим, у него не вышло. Мы его первым убили. А вот и тот самый экзоскелет, который мы ищем. Так, что ещё помимо вот этой экзо и товарища Стрелеца, что мы тут можем ещё найти? Во-первых, тайничок. Вот в этом месте. Вот. Удобное местечко. Тут рядом. Ну-ка, ну-ка. Давайте-ка его проверим. Посмотрим, что там. Вот. Находим три аптечки. Ну что ж, в принципе, неплохо. Это ещё не всё, ребята. Тут у нас товарищ Кувалда решил нам выдать задание. А именно поискать... Поискать нам нужно для него костюмчик. Усовершенствованный. Ну-ка, ну-ка. С погони, мужик. Вот, видите. Вот, мы, в принципе, такое же задание брали. Очень давно. Ещё прямо в тенях Чернобыля. Но тут, видите, выдал его Кувалда. Там выдавал именно Шустерый. А тут выдаёт Кувалда. Вот. Ну, грубо говоря, что пока безделно сидеть. Поищем и этот костюм тоже. Но пока, видимо, давайте вернёмся обратно на блокпост. И расскажем этому диггеру про товарища стрельца. Поехали на блокпост. Ну-ка. Вот. Отличненько. Разворот. Аккуратненько, мужик. Езжай. Не упади. И вот мы уже вернулись обратно на блокпост. Ну что ж, давайте поговорим с этим диггером по поводу товарища стрельца. Ну-ка, вот. Тут у них прямо туда-сюда происходит. Отлично. А люди, а? А люди. Так. Я насчёт стрельца. О, Штырь, ты нашёл его? А экзоскелет был? Ну, рассказывай. Да, как видишь, я нашёл его. Он был в деревне новичков в одном из домов. Когда я зашёл в дом, тот стрельец начал мне махать. А я подумал, что он рад меня видеть и просит помощи. Когда я к нему подошёл, он сначала ударил меня, а потом закричал и кинулся меня убивать. Он теперь не жилец. Хм. Не думали, что так получится. Но уже мёртв, мёртв. Ну и правильно. Главное, что скелет у нас. Кстати, а где он? А я вам его не отдам. Я чуть не погиб из-за этой бойни. Будем считать, что это моя награда. Вот так. Отлично. Вот и всё. Вот такой квестик. Мы его выполнили. А заодно ещё можем поговорить и вот с товарищем именно Волком по поводу зачистки АТП. Ну, как дела продвигаются? Ну, я прошерстил АТП. Там уже чисто. Ого. Ребята говорят, ты там дооружал. Что надо? Ну, держи немного денег. Это так. На память. Не считая огромной благодарности. Кроме того, есть тут у меня ещё кое-что. Ну, получили моноград такой вот. Медузу, аптечку, бинт, фору, гранату и патроны. Ну, здорово. Здорово-здорово. Так, ну что же. Вот поговорили мы с этим Волком. Получили награду. И продолжаем мы запись прямо уже рядом с этим тоннелем. Где мы прямо сейчас поищем костюмчик для кувалды. Ну-ка, ну-ка. Давайте добежим до этого местечка. И возьмём костюм. Не уж, ну-ка, не уж, ну-ка, что это прямо? Злющая. И хвостик тоже заодно возьмём. Приходится для обычного задания от Сидоровича. А вот и костюм. Вот он. Ну, отлично. Ну что же, нашли мы. Продолжим рядышком с кувалдой. И вот мы уже находимся прямо в деревне новичков. Давайте подойдём к этому кувалде. И отдадим ему костюм. По-прежнему прямо на улице какая-то городище ужасное. Суперзвуки. Вот и кувалда. А вот и награда. Получили мы каменный цветок. Отлично. Кстати, в принципе, тоже его можем отдать потом попозже товарищу Сидору за обычное задание. Вот. Ну что же. Вот, в принципе, и всё. И теперь только придётся нам вот ждать момента когда же наступит поздний вечер. Чтобы мы могли поговорить уже вот с этим капитаном Кикабидзе. Вот такие дела. Так, ну что же. Вот у нас уже вечер. Вот у нас уже замечательный вечер. Капитан Кикабидзе пришёл к остерку посидеть, отдохнуть. Ну что ж, давайте с ним поговорим. Здравствуй, капитан. Мотоцикл стоит у входа. Инструкции у меня на руках. Рассказать, где они были? Молодец, Штырь. Ну давай, рассказывай. Ну вот первую инструкцию мне преподнесла пустышка. Когда я пришёл с отчётом о ботанике к Сидору, хозяин дал себе знать. Появился сталкер. Однако, потомуля умолял меня убить, что я и сделал. Но это другая история. Вторую инструкцию я нашёл под ящиком на элеваторе. Там и был сам мотоцикл. А вот третья инструкция была на АТП. Её, видимо, унесло ветром с элеватора. На АТП обитают зомбированные, их там немало. В общем, свой уговор я выполнил. Ну, где скаут Лёша? Однако, ты, Штырь, молодец. Ты не дашь со скуки умереть мне тут. Ну ладно, шучу. Этот мотоцикл нужен нам для рейда в центр кордона. А теперь ты можешь использовать его в своих целях. Что насчёт скаута Лёши? Он должен скоро приехать сюда, в лагерь. Приедет он на Москвиче. А тебе я его предупредил. И да, вот твоя награда. Ну, спасибо. Буду ждать. Штырь, а если не секрет, зачем тебе на болото? Затем, зачем идут сталкеры в зону разбогатеть? На большой земле мне не было места. Вот так. Вот, говорили. И, по-моему, уже появился этот Лёша. Ну-ка, вот, москвич уже приехал. Замечательный. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Не отвали отсюда по-хорошему. Разбежались, значит, засунки. Да на этих молокососов смотреть точно. Да, вот такой вот Лёша Диггер. Поговорим. Ты Лёша? Да, он самый, а ты, судя по всему, штырь. Ты тот человек, который нашёл ботаника. Меня уже предупредил капитан о тебе. Что тебе нужно от меня? Слушай, ну ты ведь скал тёртый. Наверняка вглубь кордона ходил. Если да, то... Вот и сам вопрос. Ты знаешь, куда чаще всего ходил ботаник? На найденной мною флешке он указал, что у него был лагерь. Я и весь блокпост уже долго ломаем голову, где он может быть. Есть шанс, что в этом лагере будет информация о выходе с кордона. Ботаник куда ходил чаще всего? Даже не знаю. Он же чаще всего изучал кордон, потому ходил много где. Дай-ка вспомнить. Ну, что-то вспомнил? Не... Да, вспомнил. Он, помнится, мне один раз забрел восточный тоннель кордона и потом туда часто просил провести то меня, то других ребят и скаутов. Если был у него где-то тайный лагерь, то только там. Ты, я вижу, парень тертый, потому сам дойдешь. Слушай, штырь, у меня небольшая просьба. В общем, на кордоне эпидемия чумы, и я, будучи скаутом, заразился ею. Так вот, лагерь ботаника, то поищи там лекарства. А если не найдешь, то и бог с ним. Протяну. Ну как? Да, скверное дело с тобой приключилось. Но за информацию спасибо. Это нам сильно поможет. Лекарства я поищу. Разбежались, да. И вот наши мысли. Леша сказал, что нужно идти, обратите внимание, в западный тоннель. Стоит запастись снаряжением. Вот мы, конечно, идем именно восточный, то бишь, вот именно сюда, и посмотрим, что же мы там найдем в этом тоннеле. Вот, поэтому, наверное, прям продолжим уже прямо ночью вот так вот продолжим, продолжим прямо около этого тоннеля. Поговорим попозже. Так, продолжаем запись, бежим, подходим к ТП, и тут, похоже, бандюганы появились. Появились бандюганы и хотят убить нашего, видимо. хотят нашего убить хорошего человека. Сволочь, поганца, а? Спокойный, мужик. Отдых. Уже убили, видите, уже убили беднягу. Ничего не поделаешь уже. Заходи, сбоку заходи. Спокойный, мужик. всех убьем. Всех гадов убьем. Сбоку собрали зайти. Смотри, какая суволочь все-таки меня цепанула. Но ничего. Сколько же у нас еще патрончиков в магазине-то вот? Непонятно. кто-то еще живой. Проверим. Кто еще живой? Все уже видимо всех убили. Неужели всех убили? Так, это у нас зомбарь. Бывший. Вот и новые всякие бандюганы появились тут. Ну что, всех убили. Такой небольшой был сюрпризик. Сюрпризик по дорожке к этому тоннелю. Вот, Никита Кость убили. Сталкера новичка. Продолжим уже поближе к тоннелю. У нас вот прям хабара. Так, продолжаем снова запись. Вот мы идем пока к этому тоннелю. По дорожке собачка одинокая бегает. Но мы продолжили не по этому поводу. Запись именно отсюда. Вот тут рядышком находится находится Танеччога. Они все-таки битя отбегут. Когда что так? Сама просилась. Вот так. Вот и все. Танечок в этом месте. Давайте проверим, что там в этом тайнике. Ну-ка, ну-ка. Так. Ну, в принципе, ладно, в принципе, особо ни к чему. Это именно квест Волка по именно зачистке фермы. Время мы немножко потянули, и вот видите, что произошло. Задание провалилось. Вот, ну, особо, в принципе, это ни к чему. Это обычное, как мы помним, задание именно стандартное. Тоже сеть и Чернобыля. Волк, я думаю, будет не против. Не особо будет горевать по этому поводу. Все будет нормуль. Так, а что же тут-то вот, ну-ка? А-а-а, обычная медузина. Ну, в принципе, ладно. Так или иначе, тайничок мы обыскали, и бежим дальше к этому тоннелю. Ну, и вот мы уже находимся в этом тоннеле. И что же мы тут обнаруживаем? Вот, такую записку неизвестного. Ну-ка, почитаем. Вокруг никого. Не души. Так, это нет. О, вот. На кулачке бумаги написано. Сталкер, я знаю, что ты искал информацию в лагере Ботаника. В лагере Ботаника. Но она не должна была попасть в чужие руки. И потому я забрал ее. А, ну, хотя бы все правильно, да. Не волнуйся, мы скоро встретимся. А пока иди к торговцу, переговори с ним. В лагере случится беда. Помни, что скоро мы увидимся. Подпись неизвестной. Думаю, что нужно показать это Сидоровичу. Ну, давайте покажем. Покажем эту записку Сидоровичу. Вот, ну вот, помимо записки, мы тут больше ничего не находим. Никаких лекарств, либо еще что-то такого. Лично я не нашел. Ну-ка. Можно туда запрыгнуть или нет? Похоже, видимо, никак. Ничего любопытного, помимо этого, мы тут не находим. Это мы уже увидели. Ее мы уже убили. Больше ничегошеньки нет. Только кастерок. Так, смотрите-ка, что происходит. Подхожу я прямо уже к этому блокпосту. И, похоже, там действительно что-то произошло. Что-то там произошло очень нехорошее. Мы бежать не можем, мы устали. Давайте немножко покушаем. Стоять. Не шевелиться. В чем же дело? Ты что, сидишь прямо на минном поле? Толик. Видимо, бежал. Что же случилось? Ну-ка. Ух ты, убили кого-то уже здесь. Миша, курок. В чем же проблема-то? Что случилось, ребятки? Сейчас проверим, узнаем. Выясним. Так, я нашел лагерь ботаника. Он был в восточном тоннеле. Да? И что там было? Рассказывай. Да ничего толкового я там не нашел. Там жила старая псевдособака, которая успела переворшить схрон. Так, есть предположение, что она съела информацию. Но это вряд ли. В лагере ботаника я нашел записку от неизвестного сталкера. В ней говорилось, что он унес всю информацию из схрона. И еще он сказал, что мы скоро встретимся и что в лагере назревает беда. Что будем делать? Странно. Даже очень. Кто же этот сталкер? Все, кто в разумном состоянии, сидят ли у нас на базе или на посту под мостом? Кто же это мог быть? Точно. Сейчас на нашем посту, что под мостом в центре кордона, находится диггер по кличке Зуб. Вот у него и нужно спросить, видел ли он сталкера в восточной части кордона. Теперь разберемся с посланием сталкера. Назревает беда. Хм. Нужно проверить все каналы. Может быть у кого-то проблемы? Стоп. На нашу базу идут мутанты. Помоги нашим сохранить базу. После, как станешь свободен, сходи к Зубу. Хорошо. Это же мутанты. Мутанты уже летят. Смотрите, что делается. Сволочь какая, а? Ты смотри, прям уже летит ко мне. Сволочные плоти, ребят. Убивают меня. Так, последний убегает. Нужно убить. Нужно обязательно убить плоти. Эх. Куда же летишь, дорогая? Все равно же убью. Вот и все. По-моему, всех завалили мы плоти. Больше, вроде как, никого не убили. Ну-ка. Не шевелится плоть. Ну что ж, все по-прежнему. Громко говорить, это прямо вещает. Вот Федор прям в панике, видите. Федор прям в панике, которого мы должны были, в принципе, убить. Этого Диггерта по просьбе. Но он по-прежнему жив. И охраняет блокпост. Ну ладно. Так, ну что же, вот побежим мы сейчас, видимо, к Зубу. А тут что у нас? Проверим. Так, тут пока ничего, да. Смотреть точно. Отличненько. Так, ну ладно. Тут, видимо, все. Поэтому продолжим мы уже напротив товарища Зуба. Тут пока тишина. Медузу мы уже, по-моему, отдавали ему. Хотя, вон еще медуза есть. Давай, держи, мужик. Держи медузу. Вот. Получили денежки. Неплохо. Остальное особо ни к чему. И вот были мысли. Были у нас мысли. Посмотрим. Так, ну мысль все же одна, в принципе. Сидорыч сказал, что нужно найти Диггера по кличке Зуб. Скорее всего, он на посту, что под мостом. Ну, давайте проверим там. Так, вот мы уже подходим. Вот мы уже подходим к этому Зубу. Нет, вали отсюда по-хорошему. Вот он. Диггер. Дальше опасная территория, Штырь. Дальше нельзя. А мне надо дальше. А нельзя. Но если очень хочется, то можно платить 500 рублей за проход. Ну, держи. Удачной дороги, Диггер. Ну, здравствуй, Зуб. О, Штырь. Удачной дороги. Удачной дороги. Удачной дороги. За железкой. Удачной дороги. Удачной дороги. Ну, давайте проверим. Удачной дороги. Удачной дороги. Удачной дороги. Удачной дороги. Удачной дороги. Давайте-ка поможем. Попозже проверим строение. Поможем человеку. Он там, видите, прям один... Один прямо против всех. Вот. Чужой. Вот. Я чужой. Так. Ну, похоже, все нормально. Ты еще сволочь. Так. Ну, все вроде спокойно. Более-менее. Собачка убежала. Побежали обратно. Кто такие тут были? Проверим. Вот. Петя Почтальон и Макс Табак. Отличненько. Проверяем строение. Ух ты. Ты только посмотри. Вот это да. Кого-то тут убили. Трупы. Рус-дипломат. Все. Все берем. Вот тут еще и артефакт. Огненный шар. Это кто? Вадя Доцент. Торстаньком. Вот и шар нашли мы. Огненный. Ну-ка. Вот. Тут все правильно написано. Отличненько. И у нас какая-то записка. Так. Предсмертная записка сталкера. Вот даже как. Ну, давайте почитаем. Больше никого. Вот еще кто-то есть. Еще кто-то. Смотрите, ребят. Антон Борзой. Антон Борзой. И... Артем Ведьмак. Вот такие люди тут были. Уже все перегружены. Двигаться уже не можем. Так. Ну что ж, давайте почитаем. Что же мы нашли. Ну-ка. Немножко. 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 Так. Вот. Полиэтиленовый файл с документами. Подчерк слишком плохой. Бумагу размыло временем. Невозможно прочесть. Эту записку следует показать Зубу. Ну... Один кило весит. А, ну хотя да, все правильно с документами. Поэтому... Такой вес. Ну что, давайте покажем. Кое-что конечно же мы выкинули. Чтобы нормально именно передвигаться. Иначе мы уже не могли. И бежим именно к Зубу. Так. Добрались. Тут похоже нужно снова, ребят, заплатить. Иначе Зуб будет молчать. Ну-ка, держи. Давайте-ка проверим. Либо он вообще молчит. Вот видите. Заговорил. Вот теперь нормально. Хотя, может быть, у меня глючок был. Ну да, конечно, у меня 500 рублей. Не жалко, поэтому нормально. Так, Зуб, у меня новости. О, Штырь. Нашел своего сталкера? Ну, рассказывай. Нет, его не нашел. Но нашел кое-что страшнее. Мертвую группу зигеров из четырех человек. На телах нет ранений. Просто лежат на полу. Нет ни крови, ни мяса. У одного из сталкеров в руке я нашел записку. Сам прочесть не смог, так как размыло надписи временем. Интересно, кто же их убил? Ну вот на, держи. Да, помню я этих сталкеров. Толковые ребята были. Там, скорее всего, их лагерь был. Они, скорее всего, пытались прорваться за кордон. Знал я этих ребят. Один мне даже артефакт отдал на прощание. Ну что же, как я понял, про своего сталкера ты так ничего не узнал. Странно. Слушай, а может ты разгадаешь эту загадку? Мы должны узнать, кто их убил. Ты все обыскал? Там, по-любому, должна быть хоть какая-то улика. Обыщи здание. И помни, секреты кордона... Да, видимо, ты прав. Раз уж я вляпался, то и расклебывать, видимо, мне. Тем более, мне самому интересно, кто же их так. Так, пойду обыщу здание. Штырь, я тебя как друга прошу, будь осторожен. А я пока записку расшифрую. Что-то мне подсказывает, что они были связаны с ботаником. Не зря же они ломанулись с кордона. Ну, я пошел. Так. Давайте проверим. Проверим еще разочек. Это здание... Что-то мы там пропустили, видимо. Какую-то улику не нашли. Давайте посмотрим еще разок. Так, смотрите-ка. Подхожу я к этому зданию. И кто-то тут появился, по-моему. Вот какой-то... Александр Рулетов. Выживший. Судя по всему, то ли зомби, то ли... Еще нормальный. Ну-ка, ну-ка. Вот, смотрите-ка. Что же происходит-то? Вот, Александр такой вот. Ты это посмотришь уж. Ха-ха. Упал? Сталкер, что с тобой? Что? Сталкер? Ох... Что ты здесь делаешь? Ты хоть понимаешь, во что ты вляпался? Где ребята? Где мои парни? А... Понял. Послушай. Тут орудует хозяин дома, он не... И голос хозяин дома. Ты зачем пришел? Теперь ты мой сталкер. Что ж такое? Мысли какие-то. Ух ты! Твою дивизию пришел. По-моему. Если бы я что-то еще видел там... Так, тут уже какие-то тушканы появились. Еще кто-то. Так, вероятнее всего этот диггер был членом группы. Нужно рассказать Зубу о произошедшем. Вот. Тушканя-то забегали. Тушканчик побежал к сталкерам прямо. Вот, сволочь. Ну, где что тут? А, вот ты вышел там. Понятно. Сейчас мы вас всех здесь убьем. Без каких-либо проблем. У нас здесь гранатка, если что. Смотрите, прям какие-то гады. Вот, сволочка мелкая. Так, иначе убьем. Это мужик-то где уже? А, здесь мы уже прям за домом. Вот, сволочь. Ты смотри, что он со мной делает. Уже где-то прямо вот тут вот он. Видимо. За стеной. Вот, все правильно, гад. Ничего, сейчас у тебя. Вот туда прям держи. Подарок. Понравилось? Здесь. Да, вот, да. Так. Жив. Ты еще жив, гад. Ну, смотри, какой прям бронированный контролер. Боже. По-прежнему еще не умер, по-моему. Давай, подзарядимся немножко. Чуточек. Куда-то направился дальше к плотям, по-моему. Пошел именно к плотям. Пошел именно к плотям. Он гад, а? Посмотри, он не умирает. Не умирает, подонок. Что ж, такой прям мощный мужик. Давай быстрее. Быстрее давай. Вали его. Вот так. Отличненько. Убили. Убили контролера. Ужаснейшего. Никогда мы такого не видели. В жизни. Очень, конечно, видимо, сильно перепугались. Так, а тут-то что? Тут, видимо, да, все уже умер. Бедняга. Вот он, Александр Леутов. Точнее, Рулетов. Погиб. Ну что ж, возвращаемся к зубу. Расскажем обо всем. Так, ну добрались мы снова до этого зуба. У этого дома был хозяин. Ты все же обследовал дом? Ну и какой хозяин дома? Рассказывай. Так. Когда я пришел к дому, то увидел... А, то увидел сталкера, сидящего на коленях. Он, вероятнее всего, боролся у себя в голове с контролером хозяина. Однако, не переборол его. Этого диггера звали Александр. Фамилия Рулетов. Когда я попытался с ним заговорить, он сказал, что в доме есть хозяин. И я должен уходить. И потом хозяин наладил со мной контакт через диггера. Хозяин хотел починить меня. Хозяином дома был контролер. Когда я его убил, то появилась аномалия похожая на ту, что в деревне новичков. Ну вот, вроде все. Ну а что там с запиской? Рулет? Эх, самый добрый был. Эх, зона. Забирает хороших парней. Так или иначе, загадка этого дома раскрыта. Что с запиской? Я ее прочитал. Слушай, что в ней было. Собираемся за железку. По мнению ботаника, именно в кирпичном доме есть тайна. Наша надежда на уход с кордона в этом доме, говорил ботаник. Чувствую, что там что-то нехорошее. Черт, ботаник пропал. Связь с ним пропала. Теперь кто нас будет направлять? Кто нас вывезет с этого чертового места? В доме пахнет керосином и домашними булочками. Вероятно, в этом доме психотропная аномалия. Что-то неладное происходит. Остались ночевать в доме. Вот же, кто-то или что-то давит на наш мозг. Одному из наших плохо. Рулет пропал. Ну вот и все. Песенка спета. Я один в сознании. Сталкер, если ты читаешь это, то знай. У этого дома есть хозяин. Он давит мне на мозг. Слушай, я лично спрятал один активатор ботаника на элеваторе. Сам разберешься, что с ним делать. Он тебе нужен. А мне пора. Береги себя. Погибший диггер. Ну вот и все. Ну что, пойдешь искать этот активатор? Конечно. Я почти раскрыл тайну ботаника. Я должен найти эту записку. Хуже записку, ребят. Сейчас от меня зависит ваше спасение. Как я понимаю. Да, Штель, ты прав. Сейчас, по сути, судьба диггеров лежит на твоих плечах. Слушай, найди прибор. Если найдешь, то иди сразу к Сидеру. Я предупрежу его. Но я пошел. Так, вот наши мысли. Наши мысли. Нужно сходить на элеватор. Меня все мучает вопрос. Зачем тот сталкер на блокпосту дал мне ликвидатор? Очень любопытно. Так. Продолжаем запись. Похоже, вот он. Вот он прибор. Как же мы туда заберемся-то? В эту щель. Ну-ка. Как же мы туда залезем и возьмем... А, все понятно. Все понятно. Вот поэтому и... Поэтому и ликвидатор аномалий. Вот так. Ну-ка. Отлично. А, на пояс. На пояс вряд ли. Конечно, надо вешать его. Давай выкинем. Вот. Вот так. Отлично. Вот. Залазим. И вот он прибор. Вот он приборище. Активатор перехода это. Осторожнее, ребят. Уходим. Ну-ка, ну-ка. По идее, именно этот активатор перехода изобрел ботаник. Думаю, он пригодится. Не следует сразу отдавать эту вещь Сидеру. Хм. А что же делать тогда? Неужели проверить? Ну-ка, сохранимся на всякий случай. А кому же ее отдавать? Либо поговорить с кем-то можно. Да, видимо с кем-то нужно поговорить. Хорошо. И вот вернулись мы обратно на блокпост. И давайте поговорим с Сидером. У нас появился шанс выбраться с кордона. Я нашел прибор, изобретенный ботаником. Слушаю. Думаю, что Зуб тебе все мое приключение объяснил. Вкратце. Я нашел на элеваторе активатор, изобретенный ботаником. Как его использовать, я не знаю. Зуб посоветовал сразу все рассказать тебе. Думаю, это наш шанс. Хм. Штырь, ты многое сделал. Дай-ка сюда этот активатор. Я разберусь, что с ним делать. А ты пока иди отдохни. Нет, я сам разберусь. Так вот, сообщение появляется от неизвестного. Ты правильно поступил, не отдав сильно ручь этот прибор. Слушай, пора нам встретиться. Иди на юго-запад кордона. И перед походом затарься снарягой. Назад пути не будет. Так, ну что же. У нас, в принципе, снаряга уже есть. Все нормально. Патрончиков, в принципе, масса. По крайней мере, я так думаю. И мы идем именно... Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. И мы идем именно на юго-запад. Не отвали отсюда по-хорошему. Разбежались, значит, сосунки. Да на этих молокососов смотреть тошно. Да, смотреть тошно. Чего стоишь, сталкер? На молокососов. Иди сюда. Так, юго-запад. То бишь, это вот где-то тут именно. Не отвали отсюда по-хорошему. Ну-ка. Давайте-ка проверим. Вот какой-то там человек есть. В Экзе, по-моему. Свободовской. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Кто таков? О, картограф. Не отвали отсюда по-хорошему. Разбежались, значит, сосунки. Это тоже так же говорится. Да на этих молокососов смотреть тошно. Так, ты кто такой? Ты есть тот, видимо, незнакомец? Да, это я. Пожалуй, присавлюсь. Я картограф, легенда зоны. Да не пугайся ты. Я не обычный диггер. Я получеловек и полумутант. Так что не думай, что под этим экзоскелетом человек. Под ним ничего нет. Нет. Я выслеживал тебя не просто так. На это была причина. И позвал я тебя не просто так, конечно. Выслушаешь? От нас зависит судьба Кордона. Хм. Ну, конечно. Но ответь на вопрос, а почему я должен тебе верить? Если бы ты не был мне нужен, то я бы тебя не выслеживал. Штырь, пойми, мы с тобой одни знаем о Кордоне много. Ты открыл тайны Кордона, а те диггеры нет. Судьба Кордона зависит только от нас. Зачем я на Кордоне? Я хочу спасти диггеров. Я долго следил за тобой, пока не понял, что ты опытный боец. Я давно искал человека, который будет опытный и не испугается прийти ко мне. Ты нужен мне. Так ты будешь меня слушать? Ну, убедил. Значит, слушай. Ботаник не знал так много о Кордоне, как думают диггеры. Он знал лишь малую часть. Однако, прочитав все дневники Ботаника, я понял, у него были догадки, что хозяин Кордона находится под землей. И он разумен. Я после этих догадок долго искал вход в подземелье Кордона и нашел. Помнишь дом с хозяином? Рядом с ним есть люк. И вот что я думаю. Хозяин живет именно там. Готов слушать дальше? Продолжай, продолжай. Ботаник был не тем, за кого себя выдавал. Он хотел наладить контакт с хозяином. Он считал, что тот разумен. Вот он и отправил тех сталкеров, что лежат в кирпичном доме, к этому люку, чтобы открыть переход. Он изобрел активатор переходов и дал его сталкерам. Однако, один сталкер знал, что это добром не кончится. И спрятал прибор. Ты его нашел. Так вот что я думаю. Нужно наладить контакт с хозяином. А именно, продолжить дело ботаника и спуститься туда. Ну, что думаешь? Так вот оно что. Да, нам терять уже особо нечего. Я согласен. И еще. Сидору, думаю, не нужно ничего знать. Отлично. Значит, слушай. Сейчас я создаю тебе... Точнее, для тебя телепорт. А ты берешь активатор и переносишься к люку в подземелье. У люка переход сам должен появиться. Далее ты спустишься в подземку, а я буду уже там. Не забывай, я полумутант. Сидоровичу ничего не говори. Вообще никому не говори ничего. Действовать нужно прямо сейчас. И помни, нужно наладить контакт с хозяином. Ну, не будем ждать. Разбежались, значит, сосудки. Так, разбежались. Да на этих молокососов смотреть точно. Давай-ка почитаем. Мысли. Нужно идти к люку, что возле кирпичного дома за железкой. Я верю картографу и поэтому согласился ему помочь. Терять уже нечего. Какой кошмар. Так, ну что же. Мне пришлось немножко переиграть. Почему? Потому что тот самый зомби в этом каменном доме, Александр, должен быть живым. Вот так. Прыгаем мы в телепортик. Переместились в этот каменный дом. И вот он этот, Александр. Давайте-ка с ней поговорим. Александр, почему ты еще здесь? Ведь хозяина дома больше нет. Я ждал тебя, Штырь. Ждал, чтобы предупредить. О чем? Штырь, я знаю, что ты с картографом собираешься спуститься в этот люк. Вы думаете, что там хозяин? А нифига. Нет там его. Спросишь, откуда я знаю? Штырь, когда ты первый раз пришел сюда? Меня не было, так? Так. А потом я появился. Штырь, я пустышка. Хозяин уже не может управлять мной, так как я вышел из-под контроля одного хозяина. Я уже долгое время сижу тут, и признаков хозяина тут нет. Ни излучения, ничего. Не забывай, что я один из группы диггеров, которых послал ботаник сюда. Ботаник ошибался. Хозяина нет под землей. И вы тоже ошиблись. Чего? Штырь, не тупи. Хозяин где-то здесь, на поверхности. Под землей его нет. Короче, скажу честно. После того, как меня отпустил хозяин, я приобрел дар чувствовать психотропное воздействие других существ. Иными словами, я могу чувствовать то, что чувствуют другие мутанты. И я в этом месте не ощущаю ничего подобного. Теперь ты понял? Ну, кажется, да, я понял. Но если под землей, под этим люком ничего нету, тогда где же может быть хозяин? Мы должны наладить с ним контакт. И получается, что активатор перехода ботаника бесполезен? Я не знаю, где он может быть. Активатор, да, бесполезен. Слушай, Штырь, у меня есть идея. Я могу использовать свой дар и попытаться вычислить участок с наибольшим воздействием излучения. Что думаешь? Ну, мне нужно посоветоваться с картографом. Он сейчас придет, вероятнее всего. Так, вот появился... Появился картограф. Видишь, что делается? И убил. Убил Александра. Да на этих молокососов смотреть точно. Что ж такое-то? Ты что сделал? Это был наш шанс найти хозяина. Штырь, успокойся. Это была шутка Кардона. Ты, наверное, не знаешь, что это. В двух словах. Этому сталкеру хозяин Кардона внушил... Внушил, чтобы ты поверил его вранью о том, что там нет хозяина. Это не так. Сам подумай. Хозяин будет всячески препятствовать нам. Потому что знает, что ему конец. Пока ты мило слушал его, ты мог оказаться мертвым. Ну, он же... Да-да, он тебя убедил. Это не так. Рассей свои мысли. Хозяин там. Под нами. Он боится. Одумайся, штырь. Ну, ладно тебе, картограф. Я верю. Он точно там. Но перехода же нет. По идее, он там и есть. Перехода нет. Ботаник сделал нерабочий активатор. Хм... Придется делать телепорт. Не факт, что мы выживем при телепортации. А тебе его так сложно сделать? На создание телепорта тратится моя ментальная энергия. Но я попробую. Значит, слушай. Я сейчас создам телепорт под землю. И ты прыгнешь в него. Я буду ждать тебя там. Не исключено, что мы появимся у хозяина. Но я готов. Готов? Ну, тогда на счет три создаю. Раз. Два. Три. Разбежались, значит сосуды. Так, разбежались. Да на этих молокососов смотреть точно. Какой кошмар. Появился телепортик. Хочешь пройти? Иди сюда. Давайте прыгнем. Не отвали отсюда по-хорошему. Так, а где же мы появились? Где же мы тут появились? Смотрите, кто-то уже кого-то нам похоже убивает. Кто-то... Где наше оружие? Полдня его достаем. Полдня его прям достаем от оружия. Да, ребята. Что ж такое-то, ну? Полдня разворачиваем этот автомат. Надо же в этот момент... Могут убить. Ничего. Кто у нас там где? Сейчас всех положим. Почему ты не пуляешь-то меня, мужик? Что ж такой прям какой-то... Не такой. Вот, да, там... Ты смотри сколько... Ну давайте еще по-другому, ребят. Давай по-другому. А ну... Чики-врики-вдамки. Вот так вот. Смотри, мужик не умер тот. Мужик тот не умер, сволочь. Художник. Ты во мне пуляешь-то, ёбная красота. Готово. Жив-то. Жив-то. Жив-то, мужик. И чё? Отлично, молодец. Хорошо припечатал. Но где еще один? Где ещё один казёныш? Чик-чик. Вот он, гад. Сейчас мы его... Прихлопаем. Очень не точно, конечно, пушка. Но нормально, попали. Именно в этом моде. Но, похоже, всех убили, по-моему. Всех убили. Бежит ещё собачка к нам в гости. Совершенно ни к чему она тут. Вот так. Давайте проверим. Контакты, да. Всё нормуль. Всех приклопали. Так, ну что ж, давайте поговорим. Так. Какого чёрта мы появились тут? Моя бедная голова. Стоп. Где мы? Мы на северном блокпосте кордона. Ой, нет. Нас ждали. В люке, похоже, был телепорт именно сюда. Получается, что Александр был прав. Хозяина нет под землёй. Хм. Получается, что ты зря прикончил его. И что же мы теперь будем вообще делать? Штырь, послушай. Я не знаю, где мы, не знаю, что нам сейчас делать. Возможно... Постой. Что это у тебя за спиной? Что ж там было? За спиной. Видимо, здесь бандюгана, возможно. А не, вон там кто-то ещё есть. Кто-то тут ещё появился. Ну-ка. Ух ты. Интеллект хозяина кордона. Или что ж такое? Давайте проверим. Что за интеллект? Выясним. Ну-ка, ну-ка, ребятки. Проверим. Кто таков? О! Вот такой вот интеллект хозяина. Даже поговорим. Привет, Меченый. Что нужно? А что ты такое? Здравствуй, Штырь. Так это ты тот самый диггер, который раскрыл тайны кордона? Это вы с картографом собирались наладить со мной контакт? Ладно, представлюсь. Я интеллект хозяина кордона. Или просто хозяин. Не пугайся, Штырь. Уйти ты не сможешь. Ха-ха-ха. Да-да. Перед тобой стоит сам хозяин кордона в оболочке. И тебе... Точнее, у тебя были вопросы? Ну, задавай их, пока можешь. Хе-хе-хе. Ух ты, ёп. У меня накопилось множество вопросов. Однако, задам всего несколько. Во-первых. Зомбирование половины населения кордона – это твое дело? Ты, несчастная букашка, говоришь с хозяином на «ты»? Смелый поступок. Я отвечу на твой вопрос. Да, но только половина дела. Зомбировал-то всех не я, всевысший хозяин, а сверхмощный выброс. А контроль над зомби уже был за мной. Да, именно из-за меня на кордоне столько агрессивных зомби. Загадки кордона образовались сами собой после выброса. Задавай еще вопросы. А это из-за вас, о, всевысший хозяин, кордон превратился в пространственный пузырь? Из-за вас закрылись переходы? Не так много вопросов, букашка. Да, на кордоне переходов не стало из-за меня. Я должен держать подчиненных в клетке, или они сбегут. Ты особенный штырь. За все время я не смог починить тебя. Потому мы сейчас и ведем беседу. Это пока. А почему ты делаешь жизнь сталкерам на блокпосте Адам? И почему ты не под землей? И еще, из-за чего погиб ботаник? Почему я делаю им жизнь Адам? Все, кто не подчинен, должны страдать. Это закон кордона. Я жил под землей до того, как вы с картографом начали догадываться о моем логове. Ботаник сыграл важную роль. Он погиб не в деревне, как все вы думали. Его убил лично я. Он многое знал, но за его тайниками я не уследил. Хватит вопросов. Теперь я задам вам с картографом вопрос, от которого будет зависеть ваша жизнь. Вы готовы? Ну да. Отлично! Мой вопрос держит вас на волоске от смерти. Штырь, картограф, вы самые достойные диггеры на кордоне. Вы способны на многое. Такие в клетке не нужны. Я предлагаю вам присоединиться к нам, к хозяевам кордона. Да-да, я не один. Если вы отвергнете мое предложение, то хозяева обрушат на вас свой гнев. Вы можете посвящаться между собой. Я жду. Мы все ждем. Так, кто же там такой-то еще пришел, по-моему? Я, я, совещаться? Кто пришел-то, мужик? Мы-то разговариваем с хозяином кордона. Данька Черная, одиночка. Пришел. Пытается выжить. Посмотрим. Так, давайте посовещаемся. Посовещаемся с нашим именно картографом. Ну-ка, ну-ка. Давай-ка. Поговорим. Погоди, сохранимся. Не отвали отсюда по-хорошему. Определенным сохранением. Именно тринадцатым. Так. Так, картограф, у нас проблемы. Я слышал ваш диалог. И что думаешь по этому поводу? Брат, я не хочу стать одним из этих тварей. Что ты думаешь? Ты-то что думаешь вообще? Я и так не человек, но хочу спасти диггеров. Оно сказало, что мы погибнем, если откажемся. Что же делать? Ну, я думаю, если мы уничтожим эту тварь, то клетка спадет с кордона, и мы сможем выбраться. Но оно сказало, что хозяев на кордоне несколько. И, вероятнее всего, они убьют нас на месте. Штырь, ты сам подумай, чего нам терять? Нам же теперь все равно. Назад мы уже вряд ли вернемся. Лучше уж погибнуть здесь. А вдруг получится? Вдруг мы уничтожим хозяев? Ну, у меня предчувствие, что за нами следят. Нет, не хозяева. Мы должны уничтожить этих братьев. Пусть нам поможет чудо. Ты прав, я подготовлюсь. Ну, береги себя и прикрой меня. Хорошо, брат. Ну, я пошел. Мысли. Вот и последний рвок. Пора освободить кордон от влияния хозяина. Рубить его нужно, видимо. Давайте убьем. Гаденыша. Так, ну вот пришли мы к этому интеллекту. Мы выбрали решение. Надеемся, оно верное. Озвучь его. Озвучивай. Сегодня тот день, когда мы освободим диггеров. Освободим кордон. Тебе конец, мразь. Ха-ха-ха. Узри мощь хозяев кордона. Помрите, неверные. Так. Вою. Увелись люди. Из Голливуда. Отлично. Убил еще одного. Эх, заклинило. Ну-ка, ребят, аккуратнее там только. Так. Приготовили. Все похоже. Всех убили. А где же это-то-то? Все. Он готов. У нас убитый. У нас двухсотый. Двухсотый у вас. Что делать? Так, ну что все или нет? Или еще кто-то тут есть? Плохой. Смотрим. Так, ну вроде бы все. Появилась какая-то группа поддержки. Военные, похоже. Диггеры. Появились диггеры. Леш появился. Другие всякие люди. Так, ну что ж. А где же этот-то вот? Вот он. Хозяин-то. Интеллект. Вот убили мы его. Отличненько. Тоже. Хозяин. Хранитель хозяина. А, понятно. Хранитель хозяина. Монолит. Именно монолитовцы. Спокойней, Виктор. Ну что ж, давайте будем поговорим. Поговорим с нашим картографом. Вот он. Ну-ка. Ужур, ничего. Предмечен, что нужно. Ха-ха. Неужели, видимо, кто-то может еще убег какой-то один? Может быть, кто-то еще убег? Так, ну где же Леша? Поговорим давайте с ним тогда. Где же Алексей? Давайте поищем его. Куда он там убежал? Давайте найдем человека. Кого-то убили. Двухсотый. Сержант. Вот он. Давай поговорим. Вот. Скауты? Да, Штырь. Они самые. Помнишь меня? Ну, как вы узнали, что мы здесь? За вами велась Лешка. Сталкер по кличке Авоська. Следил за вами самого твоего отхода с базы. Сидор сомневался в твоем решении забрать активатор, и он предполагал, что вас могут убить. Потому и послал нас за вами. И, как видишь, мы вовремя. Появились мы минуты позже, так вас бы уже размазали по стенке. Ты видел хозяина? Ну да, я говорил с ним, и оно предложило нам прицениться к хозяевам. Но мы отказались. Мы подумали, что уничтожим хозяина. Но когда я ответил, что мы уничтожим его, он самоуничтожился. Но потом появились странные люди, с которыми мы воевали. Кстати, а где картограф? Картограф... Как бы тебе сказать? Он мертв. Слуги хозяев его убили. Земля ему пухом. Ну как же он мертв? Вроде как с ним... Мы его видели, по-моему. Хозяин уничтожен? Так это значит, что клетка с кордона должна в ближайшее время спасть? Штырь! Это же победа! Вы с картографом уничтожили хозяина кордона. Диггеры теперь смогут попытаться выбраться с кордона. Вы спасли жизнь многих диггеров кордона. Спасибо вам! Ну что, дальше собираешься делать штырь? Ну, видимо, вернусь к своей первоначальной цели. А именно, пойду на болото. Штырь! А ты... Что такое-то, мужик? Ну как побежал? Я же с тобой говорю, ну... Твою дивизию. Дивизион проклятый. Так, ты можешь уйти и искать новые территории с нами? Пойдем. Нам нужны опытные бойцы, как ты. Ты нам нужен. Берегите себя, ребята, а я пойду искать переход на болото. Ну, удачи тебе и спасибо. Картографу спасибо. Вот и все, ребята. Вот такой вот конец мода. Ну что же, мод, в принципе, сюжет-то неплохой. Сюжет, конечно, неплохой. Интересно было искать этого хозяина. Вот. Ну, конечно же, нужно само собой что-то доработать. И я думаю, что уже многие и так знают, что именно. Не будем перечислять. Вот. Ну что же, уважаемые подписчики и зрители. На этом моменте мы заканчиваем прохождение этого мода. И увидимся уже в новых видео на моем канале. С вами, как обычно, был Синеман или просто Виктор. Не забывайте про ваш лайк, комментируйте и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Всем пока, ребят. Всего вам хорошего. Увидимся в новых видео. Всем пока.